Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале с психологом-нутрициологом. И сегодня мы с вами говорим на тему интервального голодания и как это может помочь стать вам продуктивным. Я расскажу про свой рутинный день и как это раньше было, и как это строилось. Изначально я просыпалась, выпивала чашечку кофе, либо не выпивала, и вот начинался день как-то вот так вот. Потом приходили в мою жизнь конфетки, печеньки, и жизнь на 5 минут становилась чуточку легче. После этого, ну какой-нибудь слоеный пирожок или супчик, ну как у всех, супчик с котлетками, с тефтельками. И потом можно перекусить яблочком, потом, ну между консультациями опять какая-то конфетка с печенюшкой. И иногда на вечером какие-нибудь полезные овощи, ну овощи это же основа рациона полезного. Ну и вот так день ото дня. Я не понимала, что я жую в течение дня вообще постоянно. Я не понимала, что я ем, когда я ем, для чего я ем. Ну в общем жизнь, как у многих из нас. Мои клиенты, которые приходили в консультацию и с которыми я достаточно долго работала, они имели нарушение пищевого поведения, переедание, состояние ожирения и много-много другое. Я не понимала, почему я такая худая и ем столько, и все равно себя как-то не очень чувствую. Такое ощущение, что хуже, чем те люди, которые очень сильно озабочены своим весом. И тогда я начала работать со своим организмом и разбираться, почему же мне так плохо, почему что-то не работает. И я поняла, что у меня реально проблемы физиологические, которые нужно исправлять не путем какого-то пищевого дневника, каких-то особенных продуктов, а изначально сдать анализы, понять, что происходит. И я узнала о том, что там у меня какая-то панкреатическая штука, о том, что не работает до конца щитовидка. И казалось бы, ну нормальненько, вроде бы как у всех. Но далее это было ненормально. Я понимала, что с этим нужно что-то делать. И какие-то диеты временные ничего не приносило результата. Мне назначали какие-то препараты, нутрициологи давали, гастроэнтерологи рекомендации. Но все это было какое-то общее, хаотичное. И я все равно ничего не понимала. Тогда, друзья, тогда я решила, что я займусь этим делом серьезно. Я отложу всех своих клиентов и начну работать со своим здоровьем. Тогда я узнала, что такое интервальное голодание и как его нужно использовать. И начала практиковать эту штуку. Но я тоже не понимала, что если я не скомпенсирую, не сбалансирую рацион, то это все будет как-то, мягко говоря, не очень. Далее я решила, попробовав это, что мне это не подходит, потому что не сработало и как-то чувствовала себя так же достаточно не очень. Далее я обнаружила, что есть уникальная вещь. Это полезная еда, которую можно использовать. Я начала ее использовать, но все равно какое-то чувство того, что я переедаю, не доедаю. Как один день я встала, голова болит, другой день еще что-то. Все равно какое-то недовольство. Такое вот идет оно внутри, то вверх, то вниз. И тогда я решила, что нет. И я должна этим заняться серьезно. Я отследила только те продукты, которые вызывают у меня прям хорошее самочувствие. Я отследила те продукты, от которых я ментально себя хорошо чувствую. И я узнала, что такое несовместимые продукты, как с ними взаимодействовать и как наполняться едой, а не просто есть еду. Для меня было очень страшно использовать периодическое голодание, потому что я прям катастрофически боялась остаться голодной. Я, чем больше я себе внушала, что если я не ем, то я себя буду плохо чувствовать. И я знала, что у меня проблемы с позвоночником. У меня еще была такая фишка, знаете, друзья, о том, что если я себя не докормлю, то вот еще большее это состояние ухудшится. И, короче, друзья, я шучу, конечно, но это похоже на какую-то фобию, когда ты реально уже не знаешь, как себе помочь и надеешься на какую-то уникальную пилюлю. Короче, друзья, к чему я пришла? Я пришла к тому, что есть реально небезопасная еда для всех людей. Есть интервальное голодание, которое помогает, но при условии того, что ты его неправильно используешь, оно тоже может вредить. При условии того, что у тебя есть определенные заболевания, оно тоже может вредить. И оно исключительно может тебе помогать, если ты разобрался во всех тонкостях, научился взаимодействовать со своим телом, подобрал те продукты, которые более-менее работают на тебя, и постарался исключить всякий мусор. Но также ты поработал, главное, со своим ЖКТ, который начал усваивать правильно. Потому что бывают самые золотые продукты, самые просто уникальные, полезными свойствами, они просто проходят транзитом, потому что ты там чего-то не усваиваешь. Вот так и сложилось в моей жизни. Я начала, в общем, интервально голодать, используя продукты, которые мне подходили. И могу сказать, что какой результат? У меня прошли хронические нарушения ЖКТ, у меня улучшился эмоциональный фон, когда я смогла, например, не 5 человек в день консультировать, а когда я смогла консультировать до 7 человек. Ну, это было, конечно, такие трэш-дни, но я тоже все равно работала. Далее я, ну, иногда я ленилась и брала трех, и просто чувствовала себя хорошо, просто ходила на тренировочку, прогулочку, либо еще что-то делала. Ну, в общем, занималась своими делами и наполнялась энергией. И смысл этого всего, друзья, смысл в том, что у вас начнет нормально работать ЖКТ, и вы начнете себя сами контролировать, стимулировать так, как хочется именно вам. Друзья, если есть какие-то вопросы, как я это использовала, какие продукты, чего, пишите, пожалуйста, на комментарии, я отвечу с удовольствием на ваши вопросы. С вами, как всегда, ваш психолог, интервьюциолог Алена, и жду вас в прямых эфирах, на консультациях, и всем хорошего дня. Петюлю всем!